Привет! Сегодня я хотела вам рассказать 50, да, странных, таких необычных фактов обо мне. Я в моей жизни пробовала очень много вещей, которые люди говорят, это плохо, это нельзя делать. Я просто так не могу кому-то поверить, если они говорят, что вот это плохо, я должна сама узнать, если это плохо или нет. Например, я даже пробовала курить сигарету. И хоть сейчас я с уверенностью могу сказать, что мне это не нравится, и да, это плохо. В моей жизни я практически играла каждый спорт на земле. Я была на команде американский футбол, а на европейский футбол, лакросс, я не знаю, как это звучит по-русски. Я на лыжах каталась, на сноуборде, баскетболом я занималась, я просто занималась каждым спортом на земле. Иногда я ухожу раньше от тусовки с друзьями, потому что мне было бы более забавно и интересно сидеть дома читать книгу. Когда я слышу, что русские люди на улице говорят по-русски, я хочу к ним подойти и обнять их. У меня есть сводная сестра, её зовут Риточка, ей три годика, и я просто её люблю безумно. Целую зиму я надеялась, что моё агентство модельное может мне высадить в Азию, чтобы я там работала моделью. Я ждала так долго, чтобы они мне ответили или сказали что-то про Азию, что я в конце концов ушла от этого агентства и нашла новое, которое называется Plotina Group. Как вы знаете, моя новая агентство, самая лучшая. Кристин Просфери, это актриса в Деграссе, она меня попросила лично сделать для неё браслет, потому что ей так сильно понравился мой браслет. И сейчас она следует за мной на Твиттере. Заняло мне 8 лет понять, как мои родители могут быть с разума возраста, если они оба родились в сентябре. Я реально не понимала, как так может быть. Я могу съесть целую банку арахисового масла за 5 дней. Не потому что это безумно вкусно, а потому что у арахисового масла есть какой-то шарм. Самый первый ютубер, который я когда-то в жизни смотрела, её зовут It's Duty Time, и я её всё равно смотрю каждое утро. Когда я была ребёнком и даже подростком, моя самая любимая еда была фасоль. Я её ела каждый день. Или его ела каждый день. Ну, короче, я ела фасоль каждый день. Книжные магазины и gourmet продуктовые магазины — это мои самые любимые места на Земле. В 10 классе я думала, что когда я буду взрослой, я буду дипломатом. Я всё равно думала, что это очень классная работа для меня, потому что... Не знаю. Очень классная, только она недостаточно креативная для меня. Мой самый любимый цвет — белый. Перед тем, чтобы покупать что-то, я всегда спрашиваю. А это у вас есть в белом цвете? Когда мне мальчик попросил с ним пойти на выпускной, я ответила вот так. Серьёзно? Да. Я иду на выпускной одна. Первый год, когда я училась в школе здесь, в Канаде, у меня был бойфренд. Я не знала, что значит слово бойфренд. Но когда он бросил меня, я плакала к нему, ты меня не любил. Сколько бы времени ни прошло, я всё равно хочу один и тот же тату. И я думаю, что я его получу и просто буду прятать его с консилером для модельной работы. У меня есть своя личная вилка, нож и ложка. И ни в коем случае я не буду использовать обычные вилки и ножи. Моя любимая машина — это белый Range Rover. Честно говоря, я не разбираюсь в машинах. Я знаю, что многие говорят, что это фууу, Range Rover и Соня. Но они красивые, они мне нравятся, и это всё. Я раньше верила, что я была Блэр Уолдорф из Gossip Girl. В восьмом классе мальчик нападал на меня с ножом и сказал, что если я его не поцелую, он с этим ножом обрежет мне шею. Я, конечно, это приняла очень серьёзно и пошла к полиции. Ну, это вроде бы была такая шутка детская, но я не думаю, что это было очень смешно. Я не могу танцевать, если вокруг меня другие люди. Из-за этого я не люблю ходить в клубы или на танцы. Я считаю, что я очень честный человек. Я никогда не вру, потому что врать — это просто приключение на жопу, которое никогда не заканчивается хорошо. Я никогда не мечтаю, просто так сижу. Но я не мечтаю, никогда. Я живу в реальности, в реальной жизни. Я один раз разговаривала с Джо Джонасом. Если честно, мне не нравится Starbucks, а если я когда-то там, тогда я просто беру воду. Я учила французский. Пять лет. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Vous êtes gross. D'accord. Au revoir. Я раньше плакала, потому что я была в любви с Дилан Спраус. Это мальчик, который в Suite Life of Zack and Cody. Дизни-программа такая. А да, я плакала, потому что я его любила, он меня не знал. Я реально плакала. Мой пупок прокалывали два раза. И из-за этого я ни в коем случае не хочу его вынимать. Даже когда люди мне пишут, что это мне не в тему, это мне не идет, это как-то выразительно плохо выглядит, я ни в коем случае это не буду вынимать, потому что столько много боли я прошла два раза. Люди всегда думают, что моя мама моя сестра. Мне всегда в этой позиции очень некомфортно. Неловкий момент. Я честно не думаю, что бриллианты красивые. Я не знаю, я ничего в них не вижу. Я думаю, что говядина самая противная вещь на свете. Я всегда забываю отвечать людям на текст-месседжи, на смски, на всякие звонки, потому что я придумываю, что я им скажу обратно в голове, и как-то думаю, что они получат мое сообщение, потому что я придумала это в голове. Вот так вот. И все думают, что я им не люблю отвечать, хотя я ответила им просто в голове. Я всегда загруживаю мои видео ночью, когда я сплю, и у меня часто бывают сны, что все ненавидели мое видео. Когда я была ребенком, у меня была Alice in Wonderland syndrome, Алиса в чудесном мире или что-то, синдрома. Если вы не знаете, что это такое, обязательно посмотрите на интернете. Очень-очень странная вещь, я не могла это объяснить самое долгое время, и только год назад, может быть, узнала, что такая вещь реально есть. Когда я в машине, я вижу, что впереди меня какая-то мертвая животная, ее задавили, и я всегда должна смотреть внимательно. Какая это животная, как его задавили, я не знаю, почему я это делаю, это мерзко, ужасно, но я не могу этому помочь. Когда мне было 10 лет, я подскользнулась и ударила мою голову на дверь, и у меня вся голова была в крови, я пошла в госпиталь, мне надо было это самое делать, стичи всякие, зашивали мне голову. У меня никогда в жизни не было настоящей работы. Я вообще не чувствительный человек. Часто бывает такое, что все вокруг меня плакают, и я там просто стою, не знаю, что с собой делать. Единственное, что делает меня чувствительной, это музыка. Я не верю в карму, и я не верю в удачу. У меня по природе всегда было очень низкое давление. Sims 2 была моя жизнь раньше. Мои родители отняли эту игру от меня много-много раз. И да, я все равно люблю эту игру. В восьмом классе она от меня называла Светланы. Весь год меня называла Светланы. Я играла в пианино пару лет, и брала классы, и все это, и бросила, потому что мне было скучно. Просто. Хотя пианино это один из моих самых любимых инструментов. Часто бывает такое, что когда люди меня называют Соня, я там стою и думаю, блин, как же странно, что у меня есть имя. Меня зовут Соня. Соня. Когда я злая или грустная, я ничего не говорю. Я просто молча весь день. Я думаю, что это очень-очень странно, что у нас есть отопление внутри, в дом. Но у нас нету открытой отопления. Так что почему, когда мы ходим на улицу, и у нас нету отопления? Я не знаю. Я думаю, что кому-то надо этим заняться. Это была бы очень хорошая вещь. 10 января вот этого года у меня было 70 тысяч подписчиков. Сейчас, по-моему, 25 мая, и у меня есть почти 200 тысяч. Каждый год, когда я была ребёнком, я ходила в летний лагерь. Каждый год. И я не была против. Мне это очень нравилось. Так что это всё. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и что вы узнали что-то новое обо мне, интересное, может быть. Если вы хотите снять такое видео, пожалуйста, оставьте внизу, как видеоответ для меня. И да, увидимся очень скоро. Я вас очень люблю. Всё. Всё.